Так, друзья, привет с Казахстана. Так, снова 33, да. Вот кто не боится, тогда абрикосы вот эти 33, даже 40. Так, Александр Рояк тут же. С днём рождения, дорогая Костель, спасибо. Тебе лишь 70, ты ещё подросток, среди постельных видов. У тебя всё впереди, за эти годы ты успел очень много, за год успеваешь столько, сколько и ныне способны за 2-3 года. Остальные за всю жизнь я рад, что тебе всего лишь 70. Надеюсь, я всё смогу поздравить и не только с 75-летним, но и с 100-летним. Живи долго. На счастье, вы знаете, единственное, что у меня это, ни один человек, я получил несколько сотен поздравлений. Вот, так. Ни один не сказал, Константинович, хватит, отдохни. Это прямо какое-то проклятие. Все говорят, продолжай. И никто не сказал, отдохни. 40 лет, ни одного выходного, ни то, что отпуска. Вот. Так бывает. Ну, то есть, результат. В дрове присоединяемся. Спасибо. Ваш Мелитопольский ранний. Сеян, 16-го года. Да, урожай. С ведро, сладкий, вкусный. 40-50 грамм. Ё-моё. А он и был такой. То есть, привитый у меня Мелитопольский ранний. Мне недавно про него спрашивали. Нет, а, нет. Вы заметили, что у меня Мелитопольский ранний нету в каталоге, да? А плоды прекрасные. Ну, средние, вот 40-50. То есть, они считаются огромные для науки. Вот 40-50 считаются огромные. А для меня средние. И ваньков ранний тоже. Вот они рядом два дерева. Они изувечены так. Я же продавал же черенки. Сейчас я их уже не трогаю. Вырастить поколение новое. Еще покрепче. Вкусные плоды. Все. Нету сил. И ни у меня, ни у Сергея. Поздравьте его в торгашах. Вот. Магазин запущен. Миллион первый магазин. Вот его достижение. Науке не нужен. А здесь получается так. Яковлево Наталья. Спасибо вам. Вот вы мне преподнеси, как бы, подарок. Для меня такая информация, что у вас растет вкусный, сладкий. Сеянец. 40-50 грамм. А мне все, половина будет птички. Или все будет птички. И все упирается в эти самые стародавние времена. А как они выращивали эти дючки? А? Как может 100-граммовый этот самый академик, а бывает еще крупнее, вдруг стать дючком от того, что его посеяли? Он может умереть. Говорит может. Почему? Замерзг бы, допустим. И опять будет 40. А если 45? Он просто замерзг. Ну, если он выживет, но меньше 50 граммов он вам не даст. Вот это вот, оно ведь тоже когда-то вот это заблуждение. А у меня же мордой, раз это, а он должен это, а у Мичурин. А вот тут написано. А вот в росте дючки. А они же не из-за меня. Мне-то, ладно, я-то, видите, совершенно не страдаю от того, что это самое, не от этого. Но дело-то в том, остановили буквально развитие садоводства. Я тоже не сразу это понял. Вот, тоже. Но факт то, что налицо. Вот еще один. Гражданка я хожу. Жду от вас фотографий. Так, Тихонова. Здоровья, крепко. Спасибо. Спасибо. До Самары шлю поздравление с днем рождения. Спасибо, Нина. Так, здрасте, поздравляю, желаю, с уважением, Новосибирска. Синафонтов, спасибо. Присоединяюсь пожеланиями с Алтайского края. Спасибо, Алексей. Смотрите, здравствуйте. Добрый день, здоровья. Спасибо. Всем привет. От свинина. Как-то получается, в невзорах, что культурный абрикос, ворочные скотчки, привать на манжурце не обязательно. Да. Ну, во-первых, почему не обязательно, прививайте. Дело в том, что на манжурце можно закрепить его качество как? Во-первых, более диким он уже не станет. Уже. Хоть мы говорим, что манжурец дикий. А он у него не антикип. Он давно стал полукультурным. Он уже гибридный. Я его так и называю. Вот тот манжурец, этот патриарх. Он уже гибридный. Все только на дерево весят плоды. Они уже косточки гибридные. А вы взяли королевский. Вырастили с косточки. Хотите, оставляйте так. Вторая, третья. Эти самые климатические зоны. Это, наверное, 70% дальше России. Он не будет замерзать и у вас. Байя не будет замерзать. Королевский не будет замерзать. Серафим не будет замерзать. Растите. Может, так же получите. Вот 40-50 грамм. Видели? Это же я придумал. Я заявку, что он не писал. 40-50 грамм. Это же культурнейший. А вот он пишет сладкий, вкусный. Так же. Но если вы хотите закрепить эти качества, становитесь селекционером. Тут же параллельно выращивайте вообще манжурцы. Не доводите это по отношению. Одно-двухлетние манжурцы взялись. Еще даже не знаете, что там с этого культурного получится. Может 40 грамм, 30-50, а может 70. И вот вы, когда не глядя, не знаю, перенесете веточку с него, с сеянца на сеянец манжурца, вы закрепили раз, у вас морозостойкость повысится два, вы даже повысите раньше плоды. Но это не потому, что он стал взрослее. Не. Дерево искалечено. Дерево искалечено. Раньше это плоды носили. Искалечено почему? Привкажи. Вот так, ребята. Как мог, ответил. Так, спасибо за поздравление, Михаил. Поздравляет Муза. С юбилеем Андрея. Муза задана вопрос. Вот она, уважаемые, подскажите, у меня прошлогодняя сеянца абрикосов объели зайцы. Так, это называется, обрезка сделают. Так, сеянцы пустили новые побеги, пытаясь восстановиться, но ноги к верху остались сухие пеньки. Их нужно обрезать, оставить как есть. Конечно, оставить как есть. Тут не лезьте ничего. Зайцы, это стихийное обрезцы. Да, это искусственная обрезка. Зайцы, зубы, это те же самые ваши эти. Секаторы, да. Но я не вижу дерева. Может быть, где-то сухие пеньки, это значит действительно подпорченное дерево. Но надо просто ждать. Рано замазать. Но отрезать их, это значит калечить дерево дальше. Вам мало зайцев, вы еще сами решили скалечить. Если вы решитесь на дальнейшие, да. Отрезать сухие, еще калечить. Оставьте его в покое, ждите результат. Это, поверьте, сухие ветки, которые тоже ненавидят. Знаете, сухая ветка, брак, надо ее уничтожить. С чего взяли, что на дереве сухая ветка должна приблизить вас к мир. Отменить плодоношение. Чувств собачьи. Вот это просто понять, что сухая ветка это часть дерева. Ну, вот и все. Не лезьте, куда вас не просят. За неимением, ну-ка. Так. За неимением по двое я привил черешку на черепу. Так, ребята, у меня где-то там ружье. Я сейчас застрелюсь, что от зависти. Так, читаем дальше. Хорошо пошли, однако. Я читал уже это, как где-то у вас. Хочу взять этих черепей, сделать плату, но не использовать. Понимаете, вы переплюнули в железо, вы переплюнули в Мичурино. Уже. Уже сейчас, да. Осталось только закрепить. Но задайте, можно вам вопрос задам? Я становлюсь, как? Вроде я все, первый, впереди все. Вот уже все. Это как лыжня. Первый прокладывает, ему трудно. Остальные идут по протоптанным. Вот. Наступил какой-то момент, я остановился, вы меня погнали. Вот. И почти по целине прокладывает дрову. Как? На черепуху, да? Ну, давайте так. Почему я стал ретроградным? Ну, нахреновый. Зачем? Зачем? Вот, понимаете? Они настолько далеки, это разные виды, да? Что у них, наверняка, черепуху просто умрут. Но вы подсказали, нет, как этот самый вырастил. Кто-то черевишню. Кто-то циропадус. Гибрид там разновидовый, да? Кто-то еще что-то. И вот вы сказали. Умру. Но у меня, знаете, самое, черешня и слива будет расти на черемухе. А железо уже научил, как это делать. На свете ментора, так. А Митюрин научил на освещении ментора. Ну, близкие понятия. Вспомните мое, это самое, по имени. Подход двухсторонный. Результат. Почему у меня получилось? Я не знал, что я по Митюрину работаю. Но получилось же. И вот вы, испорченные мной Митюрину, делаете повторно. Вы лучше закрепились. Но давайте смотреть, что будет дальше. Если дальше получились некие плоды. Если их... И даже они могут быть совершенно... Ну, испорченные, как и скорее. Ну вот, я взял с Армении, привез груши. Сладчайшие груши. Я привез на черноплодку. Что такое черноплод? Черноплодная рябина. Арония. Ну и что? Такой дубовый вкус. Я на этом остановился. Допустим, я бы поставил задачу. Еще поколение. Еще, чтобы у них лучше было. Она, знаете, как обгонялась? Сейчас покажу. Вот такая вот была. Показываю. Вот такой был у рябины. У черной. Вот такой. Что? А у груши уже вот такой был. Вот, ну, как бы. Несколько раз больше. Ну, естественно, что она не успела умереть. Я получил урожай. Допустим, я успел снять сереньки, пока она умерла. Ну, несовместимость. Вот. А диссия невозможная. Она дубовая. Зачем мне дальше? Чтобы дубовость усилить? Ну, ну, так же получается. То есть я железо все. Все. Вольняюсь нахрен. Дело в том, что я становлюсь ретроградом. Я вместо того, чтобы сказать, продолжайте. У вас получится, рано или поздно, прекрасная совместимость между черемахой, допустим, и черешной. И вы можете достигнуть успеха, потому что вы получите плоды с какими-то новыми качествами. Не только морозостойкости. Что такое черемах? Это супер морозостойкость. Это вся Сибирь черемаха покрыта. Вот. Здорово получается. А вы готовы этому шкурить, посвятить? Вероятность, что она 1%. Что устроит качество сливы на черемахе. Ведь они сроднятся. Вот у меня же получилось, что это, груша же прижилась на черноплодку. Ну, что общего, да? Ну, что общего? Нет, зараза, прижилась, а вкус испортил. Ну, наверное, морозостойкость выросла. Если бы мне вот это, когда обгоняло страшно, вот такой подвой, вот такой привой, вот такой. Тогда бы я не знаю, что получилось. В общем, я вас не отправляю, продолжайте. Нам нужны такие люди. Вот, потом это самое, как сказать, видите, то, что Царападос, допустим, Бичурина, он считает совершенно успех. Разновидовый. Он доказал, ну, вы сейчас не скажете, а у нас сады забиты этими гибридами черемухи и вишни, а если она есть, а есть невозможно, так нет? Да. А если с кочки посадить, она или вишню, или черемуху, или папу, или маму. В общем, как мог, ответил. И вот заметьте, ничего толком не сказал, 10 минут говорил, об опросе я буду рассказывать там где-то на вебинаре этим крутым ребятам. И они, им это надо. Им нужно, чтобы у них оно все плодилось. Вот сейчас же это написано. Садим семечку на вебинаре на полсантиметра, или там один миллиметр. Вот это, 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 это. Вот. С утром поливайте, с утром вода не подходите. Я не знаю, Александр Алексеевич, как дальше говорить. Вот такие длинные разговоры. Так. А, кстати, хочу... Это как раз при черемуху. Хочу взять с них черемки и сделать попробую. Не испортился? Ну, я, в принципе, все сказал. Хой, вы нам потом расскажете. Так. Я живу в Иркутске. Хочу вырастить разные плодовые деревья из ваших косточек. Но у меня участок находится на болоте. Отсыпал отходами от его... На болоте. От ремонта дорог, бордюры, камень, асфальт. Примерно полтора метра отсыпал. На болоте. Да. В сумме до воды два метра. Хочу сделать холмы около полуметра из земли. Будет два с половиной. Подскажите, какие куски лучше взять. Еще у нас зимой мороз доходит до минус 42. Хочу посадить по возможности все плодовые деревья, даже персик. Персик и абрикос вы будете иметь. Но только как верхнюю часть прививки. На что? На китайские сливы. Я вот здесь вот, да. Могу ли я вернуться? Интересно. Я не могу. Вот здесь вот, я вам ответ готовил. Сейчас покажу. Я вам ответ готовил. Это вот, вы мне еще вопрос задали. Правильно же? Так, где она у меня эта игрушка? Вот она. Значит, вот так выглядит слива. Вот так. В натуре. Вот. Естественно, что шансы выше, там где 20,5 метра, у нее большие. Вот. И осила разделяется на Сейцева и на... Эти же самые отводки, которые мы проходили. Садите сливы. На сливу поливаете персик и абрикос. Значит, у вас получается полноценный сад. Но персик и абрикос на сливе, они не любят долго жить. Вам придется опять... Селекционером становиться. Ну, никуда от этого не деться. Вырастить второе поколение, третье. И вот мы кум королевы, везде, где это самое. Как тот самый шрек на болоте. Помните, жил? Вот так. Вы будете таким шреком. Вы будете лидером среди. Это 10-20% всей России. Там, где у вас получатся компактные корни. У вас получатся прекрасный сад. Вы станете лидером среди них. Там, где до воды 10-10 метров, там, конечно, все равно будет лучше. Потому что у вас же нешеместимость. Ведь межвидовая на вишню, черешню, на сливу, персик. Но это еще ладно. Потому что абрикосы это сложнее. Второе, третье поколение. Вот все, что я вам обещал. Ниже вот тут еще я вам хотел показать яблони. Вот. Вот это вот сейчас покажу. Вот видите. Из леса. Нету эти. Корнию это вот. Посадили. Будет на вашем болоте прекрасно жить. Яблониево. Нету. Они потом выдают отводки, что они предназначены для мест с близкими аграторными водами. А потом вот, пожалуйста, привитая дерево. Все, вырастите на здоровье. А видите, когда вода рушится, я почему так всегда делал. Плотный ком прекрасно переносит пересадку. И продавал так. Не одну тысячу продал. Стоит чуть комнату. Раз, он рухнул. Знаете как? А там, оказывается, держаться не за что. Кома. Вот, смотрите. Ему держаться не за что. Но опять же, все-таки предназначен для этих самых, ну, скажем, болотистых мест. Вот этот момент. Вот они. Вот они. Ни одного из этого саженца нет центрального корня. А дальше, почему он тут наклонился чуть-чуть? Ну, его не метром это. Он нагнулся. У него корни не выдержали. Помните, Бог и летел. Это белый бы показывал, да? Вот. И получилось, что есть плюс на минус. Когда центральный корень нет, упасть может. Зато хорошо себя чувствует, где близко грунтовой воды. Так, по-моему, и все. Что хотел, показал. Что хотел, показал. Ну, у нас не последний вебинар. Так, возвращаемся там, где были. Ох, наверное, не сюда попал. Теперь что? А, нет, вот где я был. О-о-о. Продолжим. Опять же, как мог, ответил. Так. Так, и персик даже можете. Здоровье, если не двигаться, здоровье быстро пропадет. Да, вы правы. Движение, это здоровье. Саженец, повторилки, вкусы. Это вы к тому, чтобы никто мне не пожелал отдохнуть. Нормально, да? Ай. Так. Ну, вы видите, что я улыбаюсь. Вы видите, все-все в порядке. Будем двигать дальше. Саженец, повторилки, вкусы, размер плода без прививки. Привитые тоже такие же. Без прививки. Это у Андрея получается. Поздравляю. Поздравляю. Но это бывает далеко не всегда. Вы, Ошкин. Вопрос. Ошел у себя издание Мичурина. Аж 29-й горь. Ух ты. Ну-ка, 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 ну-ка. Способы укоренения отводка. Описан способ на ократку. Второй половине весны выбирает 1-летний черенок с вистями. Порядка 20 сантиметров. Делает на нем кольцеобразные надрезы. Снимает кору. Груша при доставке воды за 5-7 дает корни и готова к высадке. Яблонь дает лишь наплыв. Его достаточно для окоренения. Но уже следующим летом. Причем окоренение свинков уже... А, продолжение. Продолжение вопроса. Прежде укорененных экземпляров. Приходит здесь... Накоренение проходит быстрее и легче. Вот. Если так, то можно размножать плодовый, получив наплыв на черенке. Как мне думается, самый короткий путь сокрепления нового качества. Получив черенке. Все не так. Так ли это? Сам Мичурин считал, что данный метод приведет к большому перевороту. Нет, не приведет. В наше время, думаю, для получения наплыва или зачатка корней можно обойтись и без воды. Например, обработать силы этого роста. В общем, короче, вы смотрите. Растет дерево. На ветке это еще проще там делается. Там привязываются... У тебя же хорошо, что есть полиэтилен, да? Мешочек. Мешочек. Набивается туда земля. Набивается земля, где эти корни. Да. Повторяет качество. Но повторяет как клон. А оно нужно, чтобы морозостойкость. Корни искусственные. Эти корни никогда не заметят. Корни, которые вы родились в зародыше. У которых, ну, даже... Бывает, дерево себя отпыляет, да? Самодель. Фактически. Вот. Но самое ценное, это если у него есть папа, мама. Если у него есть зародыш. То есть, именно в этом зародыше составляется самое ценное качество дерева. Вот. Причем папа-мама, а это означает чаще всего и не папа, и не мама. Может быть, усредится морозостойкость, потерять ее. Может быть, морозостойкость будет предельная, как у одного из родителей. Вот. Мы не знаем, какое будет качество плодов. Мы не знаем, ну, что это будет делать. Папа или мама под вошадью, как правило, морозостойчее. Может, даже чудичее. Другой, как правило, культурнее. Но зато морозостойкость не та. И когда мы это все... На этом основана вся современная, кстати, я ничего против не имею, вся современная селекция. Вот. Но я всегда считаю, уступает прививкам СНЦ. Давайте теперь прочем, что получается. Получается, что мы сегодня считаем, что это приведет к перевороту. Не приведет. Именно за то, что сказал. Корни неполноценные. Крона будет такая же, крона сохранит качество, но корни будут неполноценные. Когда-то он достигал, прививал с целью повысить паразостройки, перешел на прививки, прививки, прививки. Потом все это у него замерзло. И он его буквально проклял. Вот. Он этим затормозил развитие садоводства в целом. Вот. Понимаете? И получается, что вот это вот как альтернатива, искусственные корни, их можно получить просто воскнув в землю. Их можно получить на ветке, сделав вот такое вот подобие, чтобы корни развивались и ничего. Я всегда это удивляюсь. Я говорю, это самое, отец Алексей, я почему на вашей стороне? Потому что, понимаете, вот нету ничего, да? Откуда вдруг мы взяли вот этот ком земли, сырой, обмотали на этом самом, на ветке, и вдруг корни. Ну ладно, кроны, мы уже говорили, а корни-то откуда? Это не может быть дарвием. Вот эта способность одной клетки дать корни, это же из одной клетки получается. Не из ста клеток, это был стой шагунц. Из одной клетки, и вдруг она обладает возможностью корней. А это, значит, изначально было. Наука или индука? Ну, я не считаю дарвинизм наукой, нет. Это не глупость, это частный случай. Просто один частный случай. Вот. И вдруг получается, что эта наука, ну, в кавычках, дарвинизм, да, она нас в такой тупик загнала. А мы же, вот, перед нами, вот то, что Мичурин сделал, это способ доказать, что Мичурин, что Дарю ни при чем. Осталось это понять, что в клетке завожено сразу весь саженец. Другое дело, что он является клоном. А клон, он не рассчитан на все случаи, что такое сейчас случаи, папа, мама, морозостойки, мяне морозостойки, кальций, другие. Запыляем, выбираем лучший злочек. А потом, когда-то оказалось, что есть предел, уже дальше невозможно получить вкуснее. Чуть вкуснее за нож, чуть морозостойче, дичей, наступил предел, когда мы больше не можем. А эта наука уже все прошла. Вот. Значит, микроклонирование, тупик, верно, тупик, наука дошла до предела, химия, чтобы коричить этот геном, это самое, радиация коричит геном. Везде достигли предел. Остается всего лишь прививать и закреплять эти качества предельно с помощью этих самых насильственных, как бы ее назвать именно. Это практически насилие. Но это существует. А там давайте спорить. Ну, вот такие вот плоды, а потом давайте спорить, вверх это или вверх. Вот. Как мог, выложил. Ну, и кто мне там на вебинаре, Александр Иванович, это слушать будет. Неужели нет, если в случае прийти череса, все рух. Дело в том, что даже если не есть, так, я еще раз скажу, что это все равно будет тупиковый путь. Тупиковый. Цель-то какая, чтобы череса была более морозостойка. Рядом вишня, минус пятьдесят удерживает. Череса тоже минус пятьдесят удерживает. Ну, знаете как, может быть, лучше, когда папа, мама, родители человечные, чем, допустим, папа будет обезьяны. То есть в большом желании можно искрестить, в большом желании получить даже потом, что и работают тысячи лет, а потом что. Иногда мне кажется, что, ой, я тебя с эрекцией меня убьешь. Иногда мне кажется, что ты этим путем и получишь в своем отношении, чтобы выжил гены диких людей. Ну, обязательно будет. Ну, жема. Жема-то, да и боюсь дальше говорить, потеряю друга. Все, все, проехали. Так. Все, все, все. Ой, не могу. Требка раздавиваешь, спасибо, Елена Матвиле. Так, черешня, вишня, сливы, абрикос и червуху пережили здесь плохо, и в эту зиму погибли все. Ну, вот видите, вот. Прожились все и погибли все. Так что, получается, у вас, наверное, перейтили немного. Использую пороск терна в качестве подвоя для слива отлично. Для абрикоса не очень, для вишни, червешни никак совсем. Знаете, про то, что это абрикоса не очень, но тогда мне перед глазами светил фотографию. Откуда же я ее получил? Ой, памяти-то нет. Откуда это северо-западное? Здоровенное дерево, абрикос его с этими плодами, и оно привито натер. Ну, я еще сказал, когда я тогда этого человека поздравил, успех огромный, но редкостный, это как единственный случай, срочные ветки с этого абрикоса, и снова натер. Атер, чтобы он был родственник того дерева, где-то в косточке брали, или даже от водки, не важно, в данный момент. Порс, вот, тем более порс, но еще броднее. И еще поколение за поколением, в лаком королю, и абрикосы будут расти, где угодно, даже на болото. Так, ну, что я скажу, смотрите ли, смотрите. Так, Самуил, кстати, еще вопрос. Врачин-Старо-Яблоне привил в скелетный ветер один северок, и он прижился. Сколько лет он может пролить, ведь он один висленный? Значит, возраст определяется по двое. Почему? Ведь вы же привели северок в скелетный ветер, а он один там, допустим. Если брать массу, ну, пусть даже пойдет несколько лет. Он будет занимать по массе двадцатую часть, сорокую часть, да? То есть, он не будет, так сказать, доминировать, и не сможет. Получается, что веком, возрастом будет человек командовать подворь, Старое Дерево. Сколько Старое Дерево проживет, столько Чернов проживет. Вот. Ну, еще надо забывать Мичурина, может быть, отторжение до гораздо быстрее. Старое Дерево, он такой, знаете, такой монстр, такой, уууу, А Ду Цевину, да пошел ты. Раз, это, да, год через год, два, он мертвый. Вот так может случиться. Я, когда все это понял, я тогда и придумал. Прививка у самой земли. Вся крона привык, и пусть она подвоем оттолкнет. А, вот так и пошел, пошли успехи. Так, как правило, выкинет еще много волчков, если живой Камбий, или загнется в первую зиму, если Камбий мертв. Ну, че скажу, ну, как вариант, вы правы. Только мы с вами руки отбиваем человек. Так, Нижаров пишет. Подожди минуту. Ну, не промотать, там же еще есть, по-моему. Нет, все, больше нет. А вот что такое на высоте. Я когда-то раз вот так нажимаю, я ничего не вижу. Вот, видите, у меня же ничего. А вот Нижаров дописал. Кабрикосы первого вискортия годятся до прививок. Годятся как? До прививок-то они годятся. Другое дело, что мы не знаем, что из косточек появится. Ну, мне кажется так, что для чего нам нужно? Мы можем ждать, ждать первого отношения, убедиться, что плоды – во, и тогда брать с ней черенки. А если – во, повезет. Может быть, он имеет в виду не это, а гликосы первого года, которые он посадил, и первый год растут. Так мы же не знаем, что происходит. А они, вот эти вот, отросшие, годятся ли для прививок куда-то? Чисто, как бы сказать, чисто, практически, да, годятся кочени, а не просто вот такие вот, как правило. Допустим, с метров. Оставляем вот столько для развития дерева. Нам надо как можно ниже отрезать, потому что нижняя часть самоценная. И тоже надо и наставить. Ну, допустим, трепет почек. Они, значит, пойдут развиваться уже в следующий год. И этот вариант получится. И вариант, то, что привили. Эту часть, нижнюю часть от отрезанной ветки. А что получится, то получится. Что как-то мы всем ответили. Павел, больше обтекаемое. Как я скажу, что надо и не надо. Может, получится, может, не получится. Может, не надо калечить, дать первое отношение, а потом решать, брать ответственно, например. Но это долгий год. Вот. Нет, конечно, нельзя. Нет, все, по-моему, мы закончили счет. Так, друзья, в следующем вебинаре никто не отменяет. Вот. Просто вернулись те 30-40 участников. Это хорошо. Потому что я наушу вообще. Лень тоже. Ну, как? Через месяц будет 500. Видимо, это есть наша жизнь. Но в это время Политкина, которая не выходя из кабинета, не имея сада, ну, чем он не все родея полтора мерзости, после наших 500, это получается, что чем-то больная святая медицина, да? Можно смело считать, что видит прожитая зря. Вот. Довитник точно собирается останавливаться. Да. Как же никто тебя так радует. А, посмотрела бабушка, как прав на фильм, вы имеете в виду те самые. И воскликнула. Видите, прожитая зря. Это я и есть те самые малышки. Ну, зато смеюсь, не плачусь. Ну что, друзья, заканчиваем. Ирина Александровна, спасибо за участие. Большое спасибо, что вы меня ждёте. Мы сегодня без этих, без, без защитных масок. Ну, уже две недели, можно считать, что мы оба здоровы. Поэтому мы не стали одевать. Вот. Первый раз одевали, всё, по-честному. Так, спасибо, спасибо. А, всё, больше вопросов не задали. Всё, друзья, заканчиваем до следующего понедельника. Вот. Мы, наверное, никогда не закончили эти вебинары. Такое впечатление. Ну, посмотрите, не смог я всё включить. Вот. А я, груш, яблые, можно, опять по-новому надо. Вот. А почему вы это самое, так сказать, не занимаетесь скетчем яблых, груш? Говорит, делать нечего. Но вопрос задают. Надо доказать, что это самое. Лучше не занимать, чем заниматься. Ну, в общем, много чего. А вопросы все изощренны. А многие уже до того, это самое. Уровень такой, что попробуй с ними поспорить. Всё, друзья, до свидания. Всего доброго, до свидания. Пока.